Добрый день, Владыка Стефан. Спасибо, что сегодня в этой студии. Добрый день. В конце и начале года все мы в той или иной мере подводим итоги. Что, на ваш взгляд, может свидетельствовать о успешности всего года и успешности, если хотите, эффективности личной? Ну, наверное, в первую очередь человек должен располагать к себе людей добрыми своими делами, добрыми отношениями. И очищать свою душу, если он христианин, да и любой человек должен идти путем евангельским, путем добра и искоренять из себя поступки, которые бы были негативом для его и для окружающих. И вот успех человека, когда он видит прошедший свой путь, на котором остаются добрые следы, где остается добро, любовь, вера, надежда, где человек может с чистым сердцем каждому окружающему подойти и сказать «Христос воскресе», как Серафим Саровский. Это глубина веры и глубина добродетеля души человеческой. А как насчет того, чтобы проанализировать свои ошибки и подумать о грехах? Это ведь тоже подходящее время? Да, потому что приближается праздник Рождества Христова и приближается такой итоговый момент для человека. Если человек христианин, верующий, он пойдет на исповедь. Он увидит прошедший путь, которым есть изъяны и пожелает эти изъяны убрать со своего пути, то есть поисповедоваться и не возвращаться к тем грехам, которые были на его пути. А человек, который может быть и далекий от церкви, возможно, он просто порассуждает, как он прожил этот год, что он сделал хорошее, и наметить, в чем ему надо исправиться. Новый адрес епархиального управления, возведение отца Амвросия в сан епископа. Каким еще был этот год для Гомельской епархии? Ну, первое, что мы с вами праздновали, 20-летие прославления, канонизации святого праведного Иоанна Кармянского. Это такая дата большая была для нашей епархии. Вторые даты у нас были, это празднование 150-летия со дня рождения нашего первого епископа Митрофана Краснопольского. И столетие с той трагедией, которой оборвалась его жизнь. Также мы с вами еще, и вспоминаете вы владыку нынешнего Амвросия, он решением святейшего патриарха и священного синода возведен в сан епископа Светлогорского, векария Гомельской епархии, который является первым моим помощником, моим заместителем. Ипархиальное управление ныне находится по улице Карпоткина 2. Это со стороны Никольского монастыря, что на самом деле сегодня завязало как бы круг, такой комплекс всего монастырского строения. Духовный центр, если хотите, новогодние и рождественские праздники, череда благотворительных мероприятий. Вы согласны, что в эти дни на какой-то небольшой отрезок времени, к сожалению, даже взрослые люди становятся чуть добрее, начинают верить в чудеса? То, что мы становимся добрее в эти дни, это очень прекрасно. И то, что мы больше делаем благие дел, это тоже свидетельствует о истине, которая в нашем сердце есть. Наверное, рождественские праздники новогодние, они больше связывают детей, такие семейные. И поэтому проходят благотворительные акции для детей в основном в эти рождественские праздники. В нашей епархии примерно это хватит около трех тысяч детей. Вот всех благотворительных акций, возможно, даже и больше, что говорит о многом. Что мы не оставляем ни тех деток, которые находятся в детских домах, ни деток, которые в семьях, в больших семьях, других инвалидов. Все, все и каждый заслуживает внимания, чтобы и у него было праздничное настроение. Задача поддержать тех, кто в этом особенно нуждается и подарить частичку добра. Гомельчане это все чаще делают? Как вот ваше наблюдение, о чем говорят? Вы знаете, люди, которые приходят сегодня в церковь и составляют эту церковь, сегодня большинство людей от 20 до 50 лет. И эти люди стремятся, особенно молодежь, очень много есть прогрессивного, когда наблюдаешь, что и там что-то сделали доброе, и там что-то сделали доброе, и какие-то перспективы, планы намечаются. И все время, с каждым годом, этих молодых людей вокруг церкви собираются больше и больше. И я надеюсь, что эти люди принесут такое доброе веяние. Не только будут говорить, что вот священники молятся, но и дела, которые делают эти молодые люди, будут свидетельствовать о истине нашей православной веры. Владыка, Стефан, и в завершении хочу попросить вас подвести черту в этом разговоре, для того, чтобы он стал все-таки действительно почвой для размышлений о зрителе. В чем заключается та самая философия добра, о чем обязательно нужно подумать и что обязательно нужно сделать в эти волшебные дни? Хотелось бы, чтобы каждый из нас на мгновение остановился и посмотрел в глубину своей души, своего сердца. Что там происходит? С какими мыслями он идет, встречается с ближними, живет в семье, в государстве. И все это как раз и даст ту глубину размышлений, которые приведут человека к добродетели. Спасибо за эти полезные и добрые мысли. Поздравляю и вас с наступающими праздниками. Успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо, Христос. И всем хочется пожелать нашим телезрителям многое благая лето, крепкого здоровья, чтобы Господь помогал и не оставлял никого, чтобы мы все искали путь к Богу, к Церкви Христовой. Благодарю.